Друзья, всем привет! ППК Лазер снова на связи. Думаете рядом со мной стоит оптоволоконный станок? Зачем тогда фанера, спросите вы. Привет, друзья мои! РФ-маркер. Выглядит как оптоволоконный станок, а делает лучше, чем СО2. Для чего же нужен этот чудесный аппарат? Естественно, для маркировки. Это у нас стекло, фанера, бумага, картон, резина, кожа и все остальные материалы, которые берет обычный СО2 станок. Только этот делает гораздо быстрее, точнее и без каких-либо дополнительных приспособлений. Как тот чиллер, компрессор, вытяжка только нужна. Вытяжка это реально важный аспект данного станка. Тут мы видим быструю сканаторную голову, все на голову. Ну, так же, как в оптоволоконных станках. Здесь излучатель, стойка, поле рабочее. Тут у нас, так же, как и у всех оптоволоконников, принцип тот же. Материнская плата, сканатор, излучатель. Все у нас включается по порядку. Этот именно вариант, он у нас стоит на тумбе. Так называемый напольный вариант. Здесь можно присоединить кронштейн для монитора. Тут у нас, пожалуйста, выдвигается клавиатура. Она тут лежит, мышка маленькая тоже может здесь вместиться. А тут у нас специально место под системный блок. Так что стационарный компьютер может быть сюда интегрирован и очень удобно использован. Специально таких вещей вот тут выведено окошечко, чтобы сюда можно было ее в выход вывести. Он покрывает практически все те задачи, которые не может покрыть, ну, по маркировке именно, оптоволоконный станок. Например, стекло, оптоволокон вообще не видно. То есть, проходит сквозь него, а тут замечательная, красивая маркировка. На этом станочке, как и у остальных, есть автомат, который вырубает его из-за скачков напряжения. Позволяет не убить дорогостоящий излучатель. Там у нас есть выходы под поворотный механизм, под педальку и подсоединение питания. Впрочем, все точно так же, как и у оптоволоконных маркировщиков. Механика вся одна и та же. Одно самое главное отличие это излучатель. Здесь стоит излучатель RF DAVI. Это CO2-излучатель. Керамическая трубка в металлическом корпусе с радиаторами. И за счет такой конструкции она имеет огромный для CO2-лазера ресурс. Порядка 40 тысяч часов способен работать данный аппарат без поломок. А за счет радиаторов в металлическом корпусе все это дело охлаждается обычным воздухом. Так же, как и у оптоволокна. И подытожим. G-Ray RF может гравировать стекло, фанеру, оргстекло, кожу, дерево, резину, пластик и все остальные органические материалы. Все материалы, которые может гравировать CO2-лазера. Но он делает быстрее, точнее. Будь то пятифазные двигатели, облегченная голова, суперредуктора, 57-й движок. Даже сервоприводы не способны хоть как-то приблизиться к этой скорости. Потому что здесь стоит сканатор. Та скорость, которую он дает, не даст мне один аппарат. Именно за это его любят. И покупают. И используют. И он отбивается не раз и не два. Поэтому звоните нам. Заходите на наш сайт. Поможем, подскажем. Остались вопросы, звоните. Мы все вам расставим по полочкам. С вами, как обычно, был Павел, ППК Лазер и замечательный из Танки Джерей. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok